Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Ольга Сафронова. В этом выпуске я расскажу вам о новинке из фонда Дворца книги «Дневник Жозе Сарамагу». Жозе Сарамагу – один из крупнейших писателей современной Португалии, лауреат Нобелевской премии по литературе 1998 года, основатель Национального фронта защиты культуры и автор скандально известного Евангелия от Иисуса. Многие исследователи причисляют писателя к направлению «Магический реализм» и сравнивают его с такими известными латиноамериканцами, как Борхес, Маркес и Картасар. Сам же португалец предпочитает открещиваться от этих аналогий и утверждает, что его лично больше впечатляет творчество Сервантеса и Гоголя. Кстати, в романе «Двойник» есть параллели именно с Николаем Васильевичем Гоголем. Роман «Двойник» – это роман о самопознании и самоидентификации, о маленьком человеке в современном мире и о его проблемах, причем не о бытовых проблемах, а об экзистенциальных и когнитивных, с которыми ему рано или поздно приходится столкнуться. К 11 часам утра Тертулиана Максима Афонса уже разделался с тремя фильмами, ни один из которых он не досмотрел до конца. Он встал очень рано, на завтрак ограничился чашкой разогретого кофе и двумя печеньями, свел умывание к минимуму и, надев поверх пижамы халат, как человек, не ждущий никаких визитов, не теряя времени, принялся за работу. Два первых фильма оказались пустыми, а третий, озаглавленный «Параллель террора», вывел на криминальную сцену полицейского фотографа приятной наружности, который все время жевал резинку и повторял голосом Тертулиана Максима Афонса, что в жизни, а также в смерти, все зависит от того, как посмотреть. В результате в список были внесены необходимые коррективы, одно имя оказалось возможным вычеркнуть и появились новые крестики. Пять актеров, игравших в фильмах, в которых принимал участие двойник преподавателя истории, оказались отмеченными пять раз. Их имена, расположенные в строго алфавитном порядке, были следующими. Луис Аугусто Вентура, Адриано Майя, Карлос Мартиньо, Дэниел Санта-Клара и Педро Феликс. До сих пор Тертулиана Максима Афонса потерянно блуждал в океане более чем пяти миллионов жителей города. Теперь ему предстоит заниматься менее чем полудюжиной и даже еще меньшим количеством, если хоть одно из выше приведенных имен удастся вычеркнуть по причине отсутствия соответствующих актеров на очередной перекличке. «Неплохо», — сказал он себе, но тут до него дошло, что сей геркулесов труд не был столь грандиозным, поскольку по крайней мере два с половиной миллиона жителей принадлежали к женскому полу и, следовательно, находились вне сферы его исследований. Нас не должна удивлять подобная забывчивость Тертулиана Максима Афонса, поскольку в расчетах, оперирующих, как в данном случае, большими числами, сложилась неистребимая тенденция сбрасывать со счетов женщин. Несмотря на численное сокращение объектов исследования, результат все же был впечатляющим, и Тертулиана Максима Афонса пошел в кухню, чтобы отметить его еще одной чашкой кофе. На втором глотке чашка застыла в воздухе на полпути от стола. «Кто бы это мог быть?» — подумал он, осторожно ставя чашку на стол. Может быть, услужливая соседка с верхнего этажа пришла спросить, доволен ли он уборкой? Или пожаловал очередной молодой агент по продаже энциклопедий, рассказывающий о повадках морского черта? Или коллега-математик? Но нет, они ведь друг к другу не ходят. «Кто бы это мог быть?» — повторял Тертулиана Максима Афонса. Но он быстро допил кофе и направился к входной двери. Проходя через гостиную, он бросил беспокойный взгляд на разбросанные коробки от видео. На ждущие своей очереди кассеты, лежащие на полу у книжной полки, соседке с верхнего этажа, если это она. Вряд ли понравится такой беспорядок в квартире, где она вчера так старательно убирала. «Впрочем, она сюда не войдет», — подумал он и открыл дверь. Перед ним стояла не соседка с верхнего этажа, и не девушка, рекламирующая энциклопедию, на которой можно было узнать о жизни морского черта. Перед ним стояла женщина, еще не появлявшаяся перед нами, но чье имя нам уже известно. Ее зовут Мария Дапас, и она служит в банке. «А, это ты!» — воскликнул Теретулиано Максима Афонсо, пытаясь скрыть замешательство, и прибавил. «Какой сюрприз!» «Он бы должен был пригласить ее войти!» «Проходи, проходи, я как раз пил кофе!» «Или обрадоваться!» «Как хорошо, что ты пришла!» «Располагайся, а я пока побреюсь и приму душ!» Но он только слегка посторонился, пропуская ее. «Ах, если бы он мог ей сказать...» «Прости, но ты пришла не вовремя, сейчас я не могу тобой заниматься, приходи завтра!» «Ах, если бы он мог сказать ей хоть что-нибудь!» Но теперь уже поздно, о таких вещах надо думать заранее. Благоразумному человеку всегда необходимо быть начеку, предвидеть нежелательные последствия, не забывать, что самое простое решение всегда является самым правильным. Незачем бросаться открывать дверь только потому, что зазвонил звонок. Спеша! Спешка всегда приводит к осложнениям. Это же азбучные истины. Мария де Паас вошла с уверенностью человека, хорошо знающего квартиру. Спросила. «Как поживаешь?» И тут же добавила. «Я прочитала твое сообщение, я тоже так думаю. Нам надо поговорить. Надеюсь, я не помешала тебе». «Что ты?» Сказал Тортулиано Максиму Афонсо. «Прости, что встречаю тебя в таком виде, небритый, растрепанный, будто только что из постели». Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Прекрасная книга о раздвоенности личности. А именно мужчина, который влюбляется, потом наблюдает за исчезновением любви и начинает отношения без влюбленности. А со временем решает, что надо отдать должное женщине, жениться на ней. Это бесконечное болтание на волнах чувств способно свести с ума кого угодно. Конечно, историю можно трактовать и по-другому. Так или иначе, человек, который отыгрывает разные роли в своей жизни, это уже норма нашего времени. Плюс добавим сюда же традицию черного человека-двойника в литературе, о котором пронзительно писал Есенин и таинственно Стивенсен в истории доктора Джекела и мистера Хайда. «Мне очень нравятся книги, которые как лук. Читаешь, и в процессе чтения слой за слоем появляются новые подробности, которые в случае, если книга хороша, а двойник хорош, повергают тебя в шок и заставляют чувствовать себя беспомощенно. Ведь ты этого не ожидал. Лучший показатель для книги-фильма – превзойти ожидания. Хотя даже не превзойти, а показать совсем другой вариант, о котором ты вообще не думал. А так можно? Это реально? Вот же круто! И если это есть, то какие-то мелкие недочеты уже не важны. Книг действительно с определенного момента не отпускает, заставляя ломать голову, что же будет дальше. Особенно, если ты внимательный читатель и заметил одну маленькую деталь где-то в начале произведения. Определенно, мне очень понравилась книга, и мне очень хочется посоветовать ее для прочтения, чтобы увидеть реакцию других людей на все произведения и финал в отдельности. Это так приятно, когда автор с тобой беседует, с тобой беседует, поясняет, делится мнением, и что речь не только о книге, а о строении мироздания в целом. Увы, за этой приятностью спрятана ловушка. Незаметно ты становишься пленником истории. Теперь уже нельзя просто так смотаться, забросить книгу вдаль, стереть файл или выбрать иной путь уничтожения сего произведения. Если хотите побеседовать с умным человеком овечном, вернее его послушать, двойник – отличный заменитель. Я много раз видела тебя таким, и никогда раньше ты не извинялся. Но сегодня особый случай. Почему особый? Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать. Я никогда не встречал тебя так небрежно одетой в пижаме и халате. Ничего, это вносит в наши отношения какую-то новизну. Дверь в гостиную в трех шагах. Сейчас она войдет и спросит с изумлением. Что за чертовщина? К чему тебе столько кассет? Но Мария де Пасс остановилась, спросила. Ты меня даже не поцелуешь? Конечно. Вынужден был ответить смущенный Тортулиана Максима Афонса и вытянул губы, намериваясь поцеловать ее в щеку. Но его сдержанность оказалась напрасной. Мария де Пасс впилась в его рот долгим, жадным, вбирающим в себя поцелуем и крепко прижавшись к его телу, стала скользить по нему всем своим телом, будто не существовало разделяющей их одежды. Наконец Мария де Пасс ослабила объятия и, задыхаясь, прошептала, не в силах закончить фразу. Хоть я и раскаиваюсь, хоть мне и стыдно. Не говори глупостей, попробовал успокоить ее Тортулиана Максиму Афонса, стараясь выиграть время. Что за мысли этого нам еще не хватало? Не надо раскаиваться и стыдиться, выражая свои чувства. Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать. Не делай вид, что не понял. Ты вошла, мы поцеловались, все было естественно и нормально. Мы не поцеловались, я поцеловал от тебя. Но ведь и я тебя поцеловал. Да, но у тебя не было другого выхода. Ты, как всегда, преувеличиваешь, из всего делаешь драму. Да, ты прав, я преувеличиваю, драматизирую. Зачем я пришла сюда? Зачем обняла мужчину, который меня разлюбил? Мне надо было сразу повернуться и уйти, стыдясь и раскаиваясь. Хоть ты из жалости и пытаешься утешить меня. Возможность того, что она сейчас уйдет, хоть и не очень реальная, осветила ярким лучом надежды потаенные закоулки мыслей Туртулиана Максиму Афонса. Но слова, вырвавшиеся у него как бы помимо воли, выразили нечто совсем другое. Странно, откуда ты взяла, что я тебя разлюбил? Ты дал мне это понять достаточно ясно, когда мы в последний раз были вместе. Я не говорил, что не люблю тебя. В сердечных делах, в которых ты так мало смыслишь, даже последняя тупица поймет то, что осталось невысказанным. Утверждать, что слова, которые мы сейчас анализируем, вырвались у Туртулиана Максиму Афонса помимо его воли, означало бы упустить из внимания тот факт, что клубок человеческой души состоит из множества разнообразных нитей и что предназначение некоторых из них, состоящее на первый взгляд в том, чтобы привести собеседника к скрытому в глубине клубка смыслу, на поверху оказывается совершенно иным, противоположным. И собеседник, доверивший такой нитке, теряет искомое направление, оказывается на ложном пути, попадает в тупик, или, как в нашем случае, коварная ниточка служит лишь для того, чтобы отвлечь, запутать собеседника и таким образом смягчить неизбежно приближающийся удар. Когда Туртулиана Максима Афонса уверял Марию де Паас, что он никогда не говорил ей, будто разлюбил ее, давая ей понять таким образом, что все еще ее любит, то он делал это только для того, простите за столь примитивный образ, чтобы окутать ее ватой, обложить мягкими подушками, соблазнить иллюзией любви, всеми силами пытаясь удержать ее у двери, ведущей в гостиную. Но Мария де Паас сделала три недостающих шага и вошла. Ей не хотелось позволить околдовать себя нежной, соловьиной песней, слегка коснувшейся ее слуха. Но она не может думать ни о чем другом. Она даже готова признать, что ее иронический намек на тупого собеседника был неуместным и несправедливым. И вот она уже с улыбкой поворачивается к Тертулиано Максима Афонса, готовая упасть в его объятия и забыть об обидах и жалобах. Главный герой романа Тертулиано, разведенный учитель истории средних лет, однажды по совету своего коллеги он идет в прокат и берет там кассету с комедией «Упорный охотник подстрелит дичь» и обнаруживает, что один из эпизодических персонажей, даже не упомянутый в титрах, как две капли воды похож на него. Желание найти этого двойника становится навязчивой идеей для героя. В конце концов, долгие бесплотные поиски становятся причиной странных событий, постепенно погружающих Тертулиано в пучину наваждения. По мотивам этого романа в 2013 году был снят фильм «Враг», который получил серебряное гран-при на фестивале в Сиджесе и пять премий Джинни. Хотите узнать, чем закончится эта история? Читайте книгу, а ее вы сможете найти в центре чтения дворца книги. А вы, читали Жозе Сарамагу? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова